Так что Москва дышит морозным воздухом и согревается праздничным настроением. Километры гирлянд, елки, игрушки, волшебные персонажи, красивые витрины и десятки площадок с угощениями. Фестиваль путешествия в Рождество, один из крупнейших в Европе, заставил город буквально искриться. И дети, и взрослые, а среди них немало иностранных туристов, в восторге. Краски новогодней Москвы в репортаже Ольги Герасименко. Прохожие застывают в изумлении, словно замерзают. Кто эти сказочные персонажи, крадущиеся по новому Арбату? Я сначала подумала, что это какие-то снежки. Ну, как снежки такие, которыми играют. Мне вот, например, вот этот больше нравится. Человек. Не знаю, кто это. А мы начинаем открывать для себя новогоднюю Москву. Загадочное, яркое и интересное все это о том, как изменилась столица. Тысячи москвичей и туристов уже начали свое путешествие в Рождество. Гадая, где, когда и чему они удивятся снова. Здесь не просто чувствуется атмосфера праздника, а настоящие зимние сказки. Например, можно сделать такую вот фотографию ледяными узорами. Для этого достаточно лишь горячего дыхания. Число лампочек, которые теперь по вечерам зажигают в городе, и, пожалуй, можно сравнить лишь с числом желающих увидеть все своими глазами. На фасаде манежа засверкали живые картины, образы из детства и символы праздника. Отцум и вовсе стал похож на большую коробку с подарком внутри. И это лишь добавило эмоций. Мы сегодня и пели, и плясали. Куча-куча елок. Народа тоже очень много. У нас сегодня одни восторги. Шикарная возможность погрузиться в детство. Такое невероятное путешествие в Рождество. Для взрослых и детей в Новопушкинском сквере до Старого Нового Года ежедневно будут показывать зрелищные ледовые шоу по мотивам любимых сказок. И, конечно, куда без главной зимней забавы катание на коньках. Я вот, например, не умею, но в эти праздничные дни так и тянет попробовать. Правда, честно говоря, что из этого выйдет, я пока не знаю. Держусь неуверенно. Но, надеюсь, если что, моя съемочная группа подскажет, как держаться на льду. Футбольную вечеринку, так называемая матч-пати, тоже устроили на льду. А за диджейский пульт почти как в створ ворот встал бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин. 2018 считается годом футбола. Наша страна прекрасно провела чемпионат мира. Поэтому матч-пати, пусть даже под Новый год, это было бы очень даже неплохо. Палитра развлечений фестиваля – это и мастер-классы по керлингу, и возможность сварить настоящий рождественский шоколад по старинному рецепту. А порой путешествие в Рождество становится настоящим путешествием во времени. В Средневековье, на Городецкой улице, где придется учиться делать соломенных кукол, фехтовать и защищать свою крепость. Или в советскую эпоху на бульваре Дмитрия Донского, где слушают музыку, используя такие вот катушечные магнитофоны. А вместо кино с компьютерными спецэффектами смотрят советские диафильмы. Мы начинаем сказку. Организаторы советуют внимательно следить за расписанием. Ведь каждый день программа фестиваля немного меняется. А впереди еще много сюрпризов и событий. Их вряд ли захочется пропустить. Ольга Герасименко, Павел Романов, Артем Тихонов, Владислава Захарова и Игорь Алексеев. Первый канал.